Хотел бы пожелать сборной России по футболу. Сегодня они начинают свой чемпионат мира. Хотел бы пожелать им удачи, веру в себя. Чемпионат уже показал, что много сюрпризов. Как-то хотят больше других и, в общем, обреждают. Надеюсь, что с таким настроением ребята выйдут на лед. Ну и сегодня рекламный тренер тоже для гражданина, похоже. С вами знакомы, я с ним разговаривал не раз. Сможет вселить надежду и уверенность у ребят. Они покажут тот футбол, который рассчитываем всем. Что касается моего любимого виду спорта, который у нас состоялся, вырос. У Владислава Александровича Третьякуру за отчетный период приходится отчитываться за две. То есть он избрался перед Банковером. И на сегодняшний момент два крупнейших соревнований, которые все мы ждали, на которых было нам обещание победить. Мы провалились в четверть финале. Даже нет, может быть, самое главное, что мы должны понимать, проанализировав ситуацию, зная ее изнутри, что это системный сбой. И не об этом говорил, вы все писали, телевидение об этом говорило, общаясь с разными специалистами, что в Ванкувере и в Сочи произошел системный сбой. То есть это говорит о том, что не все так хорошо, как казалось. Вот, и на встрече с министром спорта Витагом Отко Группа великих хоккеистов нашей страны, в общем, предложила мою кандидатуру. В общем, возражений не было. В этой стране министра. Вот, мы сказали, что мы готовы на себя взять ответственность. Никто не предлагал там рубить с плеча и кого-то сразу, в общем, казнить, не дай бог. Это не входит вообще ни в мои правила. Вообще, с точки зрения профессионализма, тоже, в общем, нигде не применяется. Поэтому сегодня, накануне выборов, еще раз я говорю, что я этого не хотел, по большому счету. Я понимал, что это колоссальная ответственность, что я понимаю, в какую ситуацию я попадаю. Но, тем не менее, вообще, он, как капитан той сборной, которая играла в красивый хоккей, в общем, из поддержки моих друзей, что вы хорошо знаете, в общем, я принял решение. Понятно, это может быть и имиджево, и еще каким-то образом отразится в дальнейшем. Жизнь, не знаю, как это может отразиться, но, тем не менее, в общем, молчать в этой ситуации было бы неправильно. Можно было бы не влезать в эту историю, если бы после Олимпийских игр произошел бы анализ, была бы дана оценка, с разных сторон, что на самом деле представляет наша система хоккея, и куда мы должны, в общем, все двигаться. Ну, все прошло так, кларненько, за закрытыми дверями, с достаточно странной самооценкой того, что, в общем, в спорте есть спорт, неприемлемые какие-то вещи, особенно для игры в хоккей, которая в нашей стране, в общем, является национальной игрой, при живых великих хоккеистах, тренерах, ну и так далее. Поэтому я вот здесь перед вами, понимая и свой мир ответственности, и самое главное, знаю, как построить систему, я все-таки же системный человек, я в системе вырос, система дала мне шанс играть в великой команде, в ЦСКА и в сборной, система дала мне шанс продолжить свою карьеру в качестве тренера, система дала мне шанс стать руководителем фактического спорта на 10-летний период, ну, система дает мне возможность мне работать сенатором и, в общем, курируется этой федерацией Верхней Палаты Парламента хоккей, спорт я знаю, хоккей – моя жизнь, поэтому, в общем, готов отвечать на все ваши вопросы. Как совмещать собираете? – Хороший вопрос. Великий Тарасов говорил, если школа мешает хоккей, то бросай. Помню, что-то надо бросать. Я думаю, что не в этом смысле, нужно понимать, что общественная нагрузка – это, по сути, общественная нагрузка, вот она не должна мешать. До выбора, ну, в течение последних, там, четырех лет, были ли предложения в Третьяка, допустим, там, Вячеслав Александрович, давайте как-нибудь, помогите нам кто-нибудь. – Никогда. Единственный раз, когда он меня позвал, это когда надо было сносить Быковым, если помните, да? – В общем, я пришел, высказал свою позицию, мнение. Понимал, что Слава немного, наверное, переиграл в то время, а именно Быков. Потом с ним выяснили все отношения, и он где-то признал, что, в общем, где-то, ну, наверное, не сумел, не сумел то, что, в общем, должен был сделать так. Других предложений не было. Не то, что, я, по-моему, последний тренер, который выиграл медаль на Олимпийских играх. – Хотя обещали золото, опять-таки. – Я обещал золото. – Да, я понимаю, просто сейчас в плече не пойдет. – Ну, не помню, насколько я обещал золото, я обещал, в общем, что ребята будут биться в каждом матче. Вот, но с другой стороны, там немного другая ситуация. Первые полкоманды были собраны без меня, и вторую часть было собирать не так просто, ну, и были проблемы. Вот, но самое главное судейство, которое, в общем, убило нас и в Сочи, оно продолжается. То есть нужно бескомпромиссно, в общем, приводить все в соответствии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова